В этих маленьких бутыльках вещества, дающие недюжинную силу. Такой порошок входит в состав допинга для спортсменов. Он увеличивает мышечную массу и повышает выносливость. Подобные препараты разработали недавно, и пока их еще сложно обнаружить в организме человека. Проблемой задачились в лаборатории Кубанского госуниверситета. Одна из задач, которую мы решили, это именно разработка методики для определения более 10 новых этих соединений. Причем все это определяется в ходе одного анализа по времени, не превышающего 10 минут. А в соседней лаборатории работают над проектом, который, как заверяет губернатора, станет прорывом в науке и позволит диагностировать рак легких на ранних стадиях. Для выявления недуга ученые и медики краевой больницы анализируют воздух, который выдыхает пациент. По мнению Вениамина Кондратьева, важно, чтобы эти и другие разработки университета нашли применение в жизни. И важную роль играет мотивация новаторов. Ученые должны получать достойное вознаграждение на свою работу. И если вам не будет это давать наука, наука вас не будет кормить, конечно, вы идете в другую сферу. И там, где вы будете получать достойно за свои знания, за свои способности. Наука сегодня должна заставить наш отечественный бизнес в нее поверить. Это ваша задача молодых ученых сделать так, чтобы в вас поверили. И в первую очередь в бизнес. Мы будем делать все, чтобы они нам слишком дорого даются, чтобы мы их отпускали. Поэтому будем создавать все необходимые условия, чтобы они оставались. В КубГУ уже работает собственный бизнес-инкубатор. Там занимаются поддержкой проектов от разработки идей до их реализации. В будущем собираются открытия каворкинг-центра. Место, где специалисты разных направлений смогут сотрудничать. Талантливых молодежи, талантливых ученых в Кубанском госуниверситете очень много. Но здесь бизнес-инкубатор, вот эта площадка, должна позволить бизнесу найти вот эту талантливую молодежь, а талантливой молодежи найти бизнес. И вместе они должны дополнить друг друга, образовать тот союз, который позволит и науке развиваться дальше, и быть прикладной, и бизнесу получать максимальные прибыли от того сегмента экономики, в котором они находятся. Вопрос, как найти себя после ВУЗа, студентов волнует больше всего. И задать его будущие специалисты решили губернатору края. «Какие наиболее перспективные сферы предпринимательской деятельности сейчас актуальны в Краснодарском крае? Вот чем заниматься, чем нам заниматься, и что в первую очередь рассмотреть? Возможно сейчас для начала, а возможно и на перспективу». «Самый большой рост дает что? Сельское хозяйство. То есть, конечно, те теплицы. То есть, та конкуренция, которая вчера была со стороны Турции, мы сегодня ее не испытываем. Поэтому эту нишу, эту нишу, конечно, сегодня наша игра здесь занимает. Мы должны научиться выращивать, мы должны научиться производить, мы должны научиться упаковывать, мы должны научиться хранить, и никак не хуже, а даже лучше. Я еще раз подчеркиваю, аналоговых и мартных товаров. Вот и все, что сегодня нужно. И вот эту нишу надо быстрее занимать. И эту возможность вот мы, жители Кубани, упустить не можем никак. Тем более молодые жители Кубани, выпускники. Не упустите нишу, это ваша друзья жизнь в первую очередь». Но самое главное – не забывать о поговорке. «Где родился, там и пригодился», тут же добавляет Вениамин Кондратьев. Кубанские университеты и институты только в прошлом году выпустили 35 тысяч специалистов. Однако в районах не стало больше квалифицированных врачей или учителей. «Кто должен создавать комфорт в сельской местности? Кто туда должен нести прогресс? Кто туда должен нести образование, медицину? Кто? Вы же и должны это делать. Это ваша прямая задача – вернуться к себе и создать жизнь лучше, но для своих детей, для последующих поколений. В своем хуторе, селе, станице, в своем муниципальном образовании. А на кого вы хотите переложить? На какие? На чьи плечи? Вы хотите бросить-то все и разъехаться? Друзья, это неправильно. Здесь мы тоже не стоим на месте. В этом году заработает впервые программа поддержки молодых специалистов, именно врачей, учителей, которые поедут в сельскую местность, у них будет сертификат на миллион рублей. То есть это как бы деньги, которые позволят, я уверенна, в сельской местности купить им квартиру или большой домик. У нас нет другого способа поддержать жизнь на селе, как на самом деле поддержать специалистов, которые должны поехать на село. Много вопросов на встрече с губернатором затрагивали экономику края. Студентов интересовало, насколько охотно в регион идут иностранные инвесторы. Станут ли курорты на Кубани круглогодичными? А девушка из Китая, называя край уже родным, хоть и с явным акцентом, спрашивала о перспективах развития международных отношений. Говорили и о спорте, культуре и даже юморе. По итогам фестиваля нашу команду пригласили в сезон премьер-лиги. Вениамин Иванович, все команды КВН пытаются перед сезоном как-то усилиться. Если бы у вас была такая возможность, сыграли бы вы в составе нашей команды? Потому как и в КВН в целом, и в нашей команде в частности, нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по службе. Коллеги, вряд ли бы я сыграл, потому что каждый должен заниматься своим делом. Если я буду играть в КВН, то, может быть, не совсем будет правильное. Моя задача сделает так, чтобы вам обеспечить возможность играть в КВН. И чтобы КВН на Кубани был, чтобы он развивался, чтобы были не только команды в Кубанском госуниверситете, а в других университетах, в школах они были, в колледжах. Вот это то, чем я должен заниматься. А вы побеждаете, друзья. Спасибо. Спустя два часа молодые люди так вошли в азарт, что задавали уже звучавшие вопросы, а то и вовсе лишенные логики. Хотелось просто обратить на себя внимание главы региона. Но проявлять себя нужно в конкретных делах. Об этом Вениамин Кондратьев заявил еще в самом начале беседы. Ведь сегодня у них, студентов главного университета края, есть все возможности получать необходимые знания и развиваться. Хочу поздравить вас с Днем студента. Я хочу, чтобы вы были такими же остроумными, принципиальными, активными, как сейчас вы это продемонстрировали, чтобы вы в жизни никогда не сгибались и не прогибались, а шли всегда с высоко поднятой головой. Это очень важно, потому что вы есть будущее нашего края. День студента приходится в самый разгар сессии. И многим предстоит еще сдавать экзамены. А в этом вопросе, как известно, немаловажную роль играют приметы. И сегодня, кажется, зародилась еще одна – успеть в Татьянин день сделать селфи с губернатором. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар.